Шалом, дорогие друзья, приветствую вас, Башем Ешуа Хамашиах. Вот мы уже в декабре, время бежит быстро, и мы продвигаемся, у нас сегодня пятый урок по Ефесянам, мы находимся уже в третьей главе, даст Бог, вдруг и уложимся, но в любом случае я рассчитываю на милосердие, и максимум мы дополнительный урок вставим. Знаете, несколько таких отвлеченных слов. Вот конец 2020 года, вспоминаю разных проповедников, учителей, пророков в 2019, которые говорили, прорывы в 2020, великие вещи совершаться в 2020, что принес нам этот 2020 год, ну все сразу скажут корона, или как называется по-другому, ковид. Вещи, конечно, немножко разочаровывающие, все оказались локализованы, многие собрания перешли в тотальный Zoom или YouTube сервис, мы потеряли одну важную деталь, возможность встречаться друг с другом, и можно ли такие вещи назвать прорывом. С другой стороны, все получали просто невероятную возможность быть со своими семьями намного дольше, чем принято обычно, и это шанс, который можно назвать прорывом. Пойдите к любому психологу, коучу, который рассказывает о семейной жизни, он скажет общаться, общаться и общаться. Ну вот, Господь Бог дал нам всем возможность пообщаться. Пообщались ли вы? Сделали ли вы шаги в отношении ваших близких, чтобы развить контакт и усилить отношения? Или, возможно, вы использовали массу освободившегося времени, чтобы заходить в тайную комнату, как написано в Евангелии, и проводить время с Господом? Если да, и два этих последних пункта да вы исполнили, то 100% пророки были правы. Но, в общем-то, я к чему немножко саркастически обо всем этом говорю, нам важно понять, что не на человека должны опираться, а на Господа Бога и на Его Слово. Понятно, мы должны быть общительны и использовать те обстоятельства, в которых мы оказываемся, обдумывать, переобдумывать, переосмысливать, чтобы мы могли как бы реализовывать себя, потому что экклессию Господню никто не отменял. И слова еще вовек действенные говорят, что я создам мою общину, мою церковь, как экклессию, кириллу, как хотите назовите эту общность людей, и врата ада ее не одолеют. И наша задача быть достаточно продуктивными в этих вещах. На последнем собрании в нашей мессианской общине Шавей Цион я сказал народу, Друзья, пожалуйста, в связи с новыми обстоятельствами, когда мы, ну как бы, менее способны достигать друг друга в физическом встречах, в общении, все равно используйте то, что нам дает технология, но каждый дом превратите в оплот Машеха. Преломляйте хлеб, принимайте чашу Господню, благословляйте своих ближних. Это важно, и вот я хотел вам всем пожелать того же самого. А сейчас мы в Ефесянах, пятый урок, третья глава. Я хочу начать с молитвы. Прошу тебя, Небесный Отец, чтобы ты говорил к нашим сердцам и наставлял нас и в активной вере, и в устойчивости в этом мире, который полон всяких непредсказуемых вещей, и помоги нам всегда распространять благоухание Господне в любом месте, через наши дела, через наши слова, через наши мысли. И пусть даже эти кратенькие уроки послужат тем, кому надо в ободрение и в укрепление. Башем Ешуа Амашех. Итак, мы в третьей главе, и я, наверное, кратенько-кратенько напомню, о чем мы говорили на предыдущих уроках. Я говорил, что в послании к Ефесянам Рав Шауль или апостол Павел, как хотите, называйте его. Кстати, еще раз, наверное, повторюсь тысячный раз. Это глупость, кто так говорит, потому что глупость, не боюсь этого слова, она не соответствует действительности. Шауль, его еврейское имя, а в его загранпаспорте стояла Паулус, как кто-нибудь его зовут Дима, а Димитриус в греческом бы написали. Короче говоря, Павел это не еврейское произношение имени Павла, и поскольку он родился в Тарсе, там в том греческом паспорте или в римском паспорте его называли, называли Паулус или Павел, как мы говорим по-русски. И вот этот Павел, он трижды заявляет в Ефесянах о таком выражении, как сод или тайна. И я уже рассказывал, что такое пардес, это абвиатура уровней еврейской герминевтики, как мы толкуем священное писание, от пшата, контекста, до намека, ремес, драша, каких-то постановлений и условий, которые важно исполнять в жизни, до самого высшего уровня, который называется на иврите сод или здесь написано тайна. Я представляю, что когда его послание, Павлова послание в Ефесе читали, то еврейские члены той экклессии, той общины понимали одно, а нееврейские такие вещи не вникали, говорили, о, тайна, давайте посмотрим, как он понимает. На самом деле сод – это нечто напрямую полученное от Господа, когда оно просто растворяется в нас. На самом деле пойти за Машиахом – это уровень сода, когда откровение приходит в наше сердце. Но таких содот в нашей жизни может быть немало, и это все зависит от того, насколько вы ревностны по Господу, насколько вы ищете его и насколько вы хотите. Павел был суперревностный человек, и поэтому ставит и себя нам в пример. Мне подражайте, как я Машиаху. О чем мы учили? Во-первых, мы учили в предыдущих уроках о том, что язычники, бывшие в язычестве, то есть язычник – это тот, кто Бога истины не знал. И Израиль знал, может, только по торговым соглашениям. Но суть язычества – это пребывание в отдалении от Израиля. Слушайте, в отдалении от Израиля, во тьме Вавилонской. И что там в той тьме Вавилонской присутствует? Ну, как минимум, нет никакого понятия об избавителе. И мы видим об этом намек, когда, допустим, Павел в другом месте, в Агреопатии, говорит о Машиахе. Те греческие философы просто смеются с ним, говорят, о чем он говорит, о каких воскресеньях? Мы знаем, что в некоторых религиозных структурах, допустим, в Египте, есть некий прообраз воскресения, когда божество умирает и потом воскресает. То есть в некоторых культурах, да, это было, но у большинства языческих народов такого понятия, как «пришел избавитель и освободил избавил», у них даже просто в голове этого не было. И когда нет понятия избавителя, нет надежды на то, что он придет. Они не были в заветах с Господом Богом, разумеется, потому что этого Господа Бога игнорировали или ставили его в пантеон равенства других богов. Они не имели надежды на эсхатологическое будущее. То есть для них был уготован суд. Что такое суд? Я на эту тему, наверное, рассуждать много не буду, но последний суд – это вот как раз о народах, это даже не о индивидуумах, а о народах, потому что всякий человек индивидуально приходит на суд, когда его душа оставляет его тело. Зачем Господу Богу нас дважды судить? Но есть разные мнения на эту тему, и я как бы даже в эту тему не хочу входить, потому что она слишком путанная, сложная и непонятная. И мы тем более уповаем на милость Господа. А он сказал, служите мне, представляйте меня на этой земле, как он когда-то сказал Аврааму, о вашей будущности я позабочусь. И можете быть уверены, что она будет славнее всего, чего вы можете представить. И, разумеется, язычники – это те, которые были далеки от такого понятия, как кровь в Машехе, искупление в Машехе. То есть для них эти вещи вообще как бы никак не связывались. И я также пояснял, вот как оно сработало в Ешуа. Я также пояснил одно место, о котором хочу на мгновение остановиться еще раз. Есть такое выражение во второй главе, что он заменил закон заповедей учением. И есть множество толкований, которые говорят, отменил закон заповедей, типа он отменил Тору. Но такое по умолчанию не может просто существовать, потому что тогда слово будет противодействовать или противоречить само себе. В Торе Маше написано «Навечно дан вам». Кто приложит, кто отнимет, отнимется у него. Такие же вещи, которые сказаны в Откровении Иоанна. Так же, когда Ешуа учит его сильнейшее заявление в Нагорной проповеди, Матфея 5 глава, я не пришел отменить закон, я пришел его правильно, там сказать, утвердить, показать, как он работает. Вот для чего приходит Машех, если вдруг он отменяет Тору заповедей. Поэтому здесь, по всей видимости, ну я вот говорю, мое понимание, думаю, у многих мессианских такое же понимание, закон заповедей, это некоторый кодовый язык, которым Павел общается с теми, кто пишет ему письма и спрашивает разные вопросы. Закон заповедей, по всей видимости, запрещавший в Торе, эти есть такие данные, не общайся с нечистым, не вводи нечистое, не вноси нечистое в дом свой, то есть не вводи язычников в дом свой, потому что они носители чужеродной идеологии, и не осквернись, они таме. Таме это нечистые, и они зайдут, и вот есть четкие постановления в Торе о том, что таме нечистое, и оно не должно входить. И вдруг приходит Машиах, и то, о чем мы читаем в Новом Завете, дает нам безгрешное стояние пред Господом Богом, если мы веруем в Него. Это есть суть Нового Завета. Кто забыл, почитайте Иеремия 31, с 31 по 34 стих, там написано, и будут стоять передо мной и грехов, их не вспомяну более. И вот эти язычники, которые принимают Яшуа, вдруг очищаются, и в таком случае они уже не становятся чужими Израилю, потому что как Израиль в свете, в обетованиях Божьих, так и они присоединяются к Нему. Короче говоря, об этом мы говорили, и мы продолжаем разбор. Третья глава Ефесянам. Павел продолжает эту самую же тему единства. Но здесь он уже не только говорит о том, что это вот так оно сработало, он поднимает суть этого единства на уровень тайны. Тайна, сот, повторюсь, сот, нечто, что крайне важно. И давайте будем читать вместе. Короче говоря, урок посвящен единству уверовавших неевреев с Израилем и уровень сода, тайны. И я начинаю читать по обыкновению, по стихам, и просто буду делать соответствующее, сопутствующее толкование. И начинается стоять. Для сего-то я, Павел, сделался узником, еще Машеха за вас, язычником. Ну, здесь он говорит, я даже в тюрьму иду, потому что я иду в ваши языческие страны, и я начинаю обличать языческие структуры, а вы же все демократы, и из-за этого меня, как диктующего или проповедующего какую-то единобожную систему, заключаю в тюрьму, потому что я типа наступаю на ваши болезненные демократические пятки или пальцы. Но вот он говорит, я готов страдать, потому что сие есть истина. Здесь я хочу на мгновение остановиться и дать каждому из вас маленький тип. Павел говорит, я сделался узником, то есть я иду на это ради Господа, ради вас, ради Господа, потому что Бог меня посылает, и я уже, наверное, надоел некоторым из вас, но задайтесь вот в эти дни перед Ханукой, для тех, кто Рождество справляет, до Рождества или до Нового Года, как принято в нашей славянской традиции, а чего я хорошего сделал за этот год, а к чему я пришел в моем призвании. Здесь я хочу сказать, подумайте, какую роль вы исполняете в Божьей экклессии, в среде Божьего народа, а не просто ли вы зритель, который смотрит, ну да, классно, а этот брат, а эта сестра, это все хорошо, что мы можем рассуждать, что мы делаем, к чему мы, как нас двигать, читаем дальше, 2, 3, 4 стихи, Ефесянам 3 глава, как вы слышали, о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас, потому что мне через откровение, вот слова, возвещена тайна, сод, о чем я и выше писал, кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны, Павел, как бы здесь, ну вот я уже сказал, говорит о тайне, и для него это движ, просто модерное слово такое, движ, когда тайна приходит в сердце, тебя начинает двигать, я вам дам маленькое, наверное, личное свидетельство, я в еврейской семье родился, в еврейских, ну таких светско-обычных обычаях воспитывался, и все, что касалось Машиаха, для меня было вообще неприемлемой, гоище, традицией, которая всегда была антисемитской, и в мою бытность в бывшем Советском Союзе, ну там, где я рос в Беларуси, я там особо ни церквей, ни синагог, ничего не было, мой дедушка ходил в шул, это в домашнюю синагогу такую, и на столе у него я часто видел книжки, но вся эта атеистическая пропаганда выхоластовала нас, в Риге, когда я учился, и ходил в университет, в институт, политехнический институт, мимо какой-то из церквей, то всегда переходил на другую улицу, вообще ничего, на другую сторону улицы, ничего не подозревая об этом, и для меня это было все полная чушь, которая просто отравляла меня, уже потом, спустя много-много времени, Господь дал мне пережить тайну, сод, и эта штука изменяет тебя, она разрушает стереотипы, или учит твой мозг, испытывая, разбирать вещи положительные, отрицательные, и она двигает тебя вперед, я желаю каждому из вас, кто еще не пережил тайну, откровение тайны, сод, неважно в какой области, но главное от Господа Бога, просить его об этом, он хочет открывать нам свои тайны, об этом есть много раз в Писании, всякие вещи, даже есть такие Мидрашим, которые про Авраама пишут, что он, рассуждая о Господе, пережил его прикосновения, то есть, делайте это и получите, ладно, мы будем двигаться дальше, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком, духом святым, что язычники должны быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его в Иешуа Машехе посредством благовестия. Ну, вот поясню, о чем здесь говорится. Не только, кстати, это было непониманием 2000 лет назад в Израиле, в иудаизме, и в сегодняшнем раввинистическом истаблишменте, если бы кто-то сказал, вот Израиль должен сблизиться с язычниками, то по поводу того уже моего более раннего сегодняшнего рассуждения, что они находятся в нечистоте. То есть, да нет вообще никаких возможностей соединиться. А Павел здесь говорит, я просто провозглашаю вам, вы поймите, что Машех Израиля пришел не только вернуть славу народу своему Израиле, вернуть его в оригинальное призвание, потому что его устои, народа устои, расшатались, и много нечистоты, и как в других народах желание быть вошло в него. Но он также пришел, чтобы дать свет язычникам. Я сейчас цитирую Луку, вторую главу пророчества Шимона Цадыка, Симеона Праведника. И кому интересно, гляньте, там написано об этом. И вот Иешуа приходит, и Павел говорит, мне было это четко, показано и открыто. Он пришел так же, чтобы язычников очистить, снять с них тума. В разных уроках наверняка вы можете прочитать про тума, про нечистоту. Есть разные уровни нечистоты. Есть нечистота, как бы сказать, такая реалистичная, которая может случиться с любым человеком. Это или месячные, или истечение семени, еще чего-то. И человек просто купается в душе, нечист до вечера, и все нормально. Есть другого уровня нечистоты, которые Тора описывает как проказа. Я не буду сейчас в эту нечистоту рассказывать, когда человек покрывался разными пятнами, как наказание от Господа Бога. И нужно было совершить плод покаяния, чтобы очиститься перед Богом за дурные уста, потому что проказа с еврита — это мецура, это абвиатура, выражение муцила шонра. Это был очень серьезный уровень нечистоты, поэтому прокаженные не лепрой, а вот это и вот божественным наказанием пятен на теле должны были отдаляться от общества, потому что это люди, согрешившие устами. И это было очень серьезно. Кстати, именно поэтому в Новом Завете говорится, смотри за тем, как ты разговариваешь. Маты, сплетни, осуждения, да не будет среди вас, потому что это может сделать нас, может быть, сегодня не физически покрытыми белыми пятнами, а все увидят, что что-то не того с нами. Но был еще более серьезный уровень нечистоты. Это было прикосновение к мертвому телу, тума, которая оскверняла человека, нужно было специальное жертвоприношение делать. И эта тума, по сути, восходит к дням Адама. Когда Адам согрешил, и из-за своей приобретенной грехом нечистоты, стал подвержен двум вещам. Его выставили из Эдемского сада, Херувим охранял вход, и ему сказали смертью, да умрешь. Так вот, в Машеахе, через воскресение из мертвых, эта тума разрушается, и эта тума разрушается для всех Бней Адам, не только для Бней Исраэль, не только для сынов Израилевых. И вот Павел говорит, эта штука может соединять и приводить тех, кто из нееврейской среды принимает Машеаха в соединение с Израилем, подводя его под обеты Господни, под благословение, под свет, под очищение, под Машеаха самого. Ну, вот такая вот мысль, и мы продолжаем дальше, седьмой стих, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием его силы. То есть, Павел опять говорит, мне дано этот дар, вот это делать, и я опять уже сегодня во второй раз говорю каждому из вас, а что тебе дано делать? А что тебе дано делать? Писание очень конкретно показывает нам предназначение разных людей. К примеру, иногда это были очень узкие предназначения, иногда были очень широкие. Например, Ниневия и Иона. Иона был просто Господом предназначен пойти проповедовать Ниневию. Он мог этого и не сделать, и он это на самом деле даже избегал это делать, но он сделал и получилось то, что получилось. Моше был предназначен вывести народ Израиля и раскрыть божественное откровение Торы народу Израиля, чтобы Израиль стал инструментом как народ в руках Господа Бога для исправления мира. А ты для чего ты? Я сейчас на минутку убегу от Ефесянов и хочу прочитать несколько слов из послания Коринфянам. Первое послание 12 глава 28 стих здесь написано «И иных Бог поставил в экклессии». Не люблю слово «церковь», потому что оно у меня сразу ассоциируется с куполами, колокольным звоном, а то под чем подразумевает церковь. Это экклессия, общность Израиля уверовавших из неевреев, соединенных одной верой в Творца и в его сына Ишуа. И вот Бог поставил в экклессии во-первых апостолами, во-вторых пророками, в-третьих учителями, дали иным дал силы чудодейственные, дары исцелений, вспоможения, управления разной языки. На этой теме есть такая масса учений, но я хочу сказать, это все на самом-то деле заголовки. Заголовки каких-то больших направлений, которые связаны с твоими и моими, с нашими дарами, каким мы можем послужить телу Господню. И я думаю, что нету ни одного человека, ни одного, ни одного, у которого не было того или иного дара. И только не дай Бог, не истолкуйте мои слова, как некое ободрение к спесивости. Я диапостол. Да нету этого всего, это не нужно ничего. Смирение и желание исправляться самому и помогать другим без заносчивости это то, что здесь говорится в Коринфинах и то, что уже второй раз Павел говорит, я призван к этому. А к чему ты призван? А к чему призван ты? Я еще раз оставляю вас с этим вопросом. Пожалуйста, подумайте, к чему признаны вы. Восьмой стих. Мне наименьшему из святых дана благодать и облаговествовать язычникам неисследимое богатство Мессии. То есть, у Павла была поразительная способность. Помните, как он, будучи в Коринфях или я упускаю или в Афинах, стал говорить про памятник неведомому богу. То есть, его знания, его интеллектуальное знание, его духовная проницательность могли соединять вещи, которые как бы даже несоединимы. И он говорит, вы же здесь имеете. То есть, он знал культуру язычников и это был его дар подводить их через эту культуру к пониманию Господу Бога и Машеха. И я думаю, сегодня у некоторых, у некоторых, не у всех, далеко не у всех, есть подобное развлечение понимания и чувствительность. Именно поэтому некоторые из них преуспевают в благовестии разным этносам и разным религиозным группам, чтобы направлять их размышлять о Творце. И разумеется, мы можем быть только Тамрур. Тамрур на иврития это указатель. Вот туда пойдешь, снег башка попадет. А туда пойдешь и все будет хорошо, и жену найдешь, и коня не потеряешь. Но имеется в виду, мы указатели к благодати от Господа Бога. Но на самом деле, если Творец, и про это говорит сам Господь Ешуа, не произведет в человеке правильное действие, то ничего не будет. Повторюсь, Павел говорит, ему, Павлу, наименьшему из всех святых, дана благодать благовествовать язычникам неисследимое богатство Машеха. Я здесь спрошу вас в продолжении вот этого, а какой ваш дар, а какой ваш дар, а какой ваш дар, чтобы благовествовать Машеха, богатство Машеха, людям с разных групп. Вы знаете, понимаете, я, наверное, пойму, что вы слушаете с вниманием вот эти мои толкования, если в чате напишите, а какой ваш дар, в чем, скромненько напишите, не надо там писать, я поставлен пророком над евроазиатским континентом, напишите вот в практике, что вы делаете, может быть, некоторых из вас это реально побудит двигаться дальше. Девятый, десятый стих. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывающаяся от вечности в Боге, создавшим все через Ешуа Мессию или Ешуа Мессией, дабы ныне сделалась известной через Экклессию начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Эту тему я уже разбирал и, наверное, хорошее обращение в данном случае стоит сделать к Псалму 8, там, где сказано, где Давид пророчески говорит, кто такой человек, что ты помнишь его, немного унизил ты его, в Иврите написано, перед Элогим, Элогим это или сам Господь Бог, или какие-то супервысокие ангельские структуры, славою и честью увенчал его. Короче говоря, от начала, от начала, человеку, Адаму, было предназначено занять какую-то определенную, я не знаю, у меня слов нету и понимания нету, есть только предположение или ощущение нишу в божественном, супер духовно-физическо-интеллектуально раскрытом творении определенную нишу. Адам и его сыновья, его дети должны были занять, но грех лишил их этой возможности, и эта ниша не осталась пуста, ее заняли другие силы, и здесь не надо сразу кидать указания, это был дьявол, наверное, что-то он там тоже занял, но были другие, более такие серые или даже добрые власти, силы, которые вошли туда, ведь в многих народах было так называемое поклонение ангелам, и понятно, что это неправильно, но по уровню их мышления Господь допускал это, и некоторые народы говорили, этот ангел, это неплохой ангел, он наш покровитель, но покровительство в данном случае не должно было быть, потому что грех опустил человека, и ниша оказалась занята другими силами, и вот данные стихи говорят, что Ешуа, Ешуа через свою смерть и воскресенье попросил тех, кто занимал эту нишу, вежливо или невежливо, я не знаю, там не был, выйти оттуда, занял эту нишу, и в нем все его последователи, именно поэтому 10 стих говорит, дабы ныне соделалась известной, через Экклесию, то есть через Ешуа, и всех тех, кто идет за ним, многообразная благодать, чтобы начальство и все власти, повторюсь, не только демонические, все власти знали, что вот именно в этом есть правильная позиция человеческого рода, и читаем дальше, 11-12 стих, под предвечному определению, которое он исполнил в Ешуа, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в него, ну вот несколько мыслей здесь, я еще раз про вот эти вот ниши хочу сказать, и понятно, это рассуждение, это не есть Турами-Синай, есть Мидрашим, и Хасвахалила, я не ставлю этим Мидрашим на один уровень с священными писаниями, но они дают как бы намеки, переживания, и один Мидраш рассказывает, что когда Господь Бог решил дать народу Израиля Тору, ангелы воспротивились, они сказали, зачем им надо давать Тору, это слабые же люди, они же возьмут ее и сковеркают, облекут ее толкованиями, ну короче говоря, испортят, испортят драгоценность, и Господь сказал, а вы какие, вы какие, я, говорит, вам дал опцию, и вот вы там в бытие в шестой главе спустились на землю, совратились в конец, хоть вы стоите всегда перед престолом славы, ну вот я этот вот пример привожу, что есть как бы и вмешательство не только отрицательных ангелов, которые раз заходят, ну это вот я не знаю как сказать, вот у вас дома рядом с ним пустырь, а через пустырь сосед живет, который такой работящий, шустрый, и пустырь ни вам, ни ему не принадлежит, но в каком-то этапе, вы видите, он там вагончик поставил на этом пустыре, потом горзобором огородил, потом смотришь, там уже инфраструктура налажена, это не его, это и не ваше, но потом раз объявляется какой-то хозяин, и он боится подойти туда и говорит, ой, а тот говорит, это мое, я поставил уже, он хороший мужик, его нельзя обижать, он говорит, это мое, он говорит, слиха друг, и зовет или полицейских, или судью, и доказывает ему, это не твое, Ешуа сделал это для нас и открыл нам нишу, и в этой нише мы не только можем показывать многоразличную божественную премудрость властям, силам века сего, но мы получили одну невероятную драгоценность, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через него к Господу Богу, мы через Ешуа, мы через Ешуа приступаем все к Господу Богу, и Он слышит нашу молитву, и это есть невероятная благодать, это есть невероятный дар, и есть митцва, заповедь пользоваться этим даром постоянно, тогда мы сильны, тогда мы в призвании, тогда мы по крайней мере открыты для наставления, обличения или водительства Святым Духом, тогда мы близки к верующим и неверующим, черпаем от Господа дары, чтобы давать и помогать, но основная цель данного урока, вот эта взаимосвязь, были далеки от Израиля, через Машиаха стали близки, и тут вот все это солнце, эти обеты, эти обетования, это водительство стало доступно всему миру, и именно в нем мы одно тело, Он устранил стоящую посреди преграду, в этом сила. Мы продолжаем разбор, и поскольку мы идем сегодня так достаточно динамично, я хочу пройтись по следующим с 13 по 21 стих, которая есть такая заступническая, особенная молитва Павла. На самом деле я буквально пару дней назад в Йом Ришон воскресенье для нашей группы Шавей Цион уже выставил это рассуждение, ну не рассуждение, такого же плана толкования, и я повторю его сегодня, потому что не все, наверное, в группе, а здесь у вас будет возможность услышать. Вы знаете, в Писании есть молитвы, молитва Отче наш, вот это молитва Павла, есть еще одна молитва Павла, есть еще там и сям молитвы или провозглашения, которые оставлены нам для нескольких вещей, ну во-первых, как память, второе, как принцип, какие области нужно поднимать в своих молитвах, также он показывает нам четкие структуры, как подходить к Господу Богу, я об этом уже учил, и очень часто нам даже, ну как бы, вот некоторые из нас говорят, вот, вот эти вот евреи, у них есть Сидур, молитвенная книга, а надо от ума молиться, вы знаете, это обо мне, наверное, мне иногда нравится и так молиться, и по Сидуру, потому что там есть молитвы, которые касаются, и ты в этот момент о них не думаешь, а вдруг они раскрывают для тебя целый мир, и вот, это вот типус, Павел дает еврейский просто подход, он записывает некоторые молитвы и просто говорит, я вам предлагаю этой же молитвой молиться неодноразово, неодноразово научить ваших детей этой молитве, чтобы она зашла к ним в голову, как стихи, которые мы когда-то заучивали, и чтобы в сложные времена можно было обращаться к нему, я читаю, я ошибся, с 14, а, ну, с 13, посему, прошу вас не унывать при моих ради вас скорбей, которая суть ваша слава, ну, это он говорит, вот, я за вас даже в тюрьме могу посидеть, и он говорит, для сего преклоняю колено мои пред отцом Господа нашего Ешуа Машеха, и вот, это выражение очень принципиальное, я уже говорил неоднократно, что, будучи в разных церквях, общинах нееврейских, там часто I worship you Jesus, или я прославляю тебя Иисус, вы знаете, наверное, это все нормально, но я вижу в Писании очень четкую структуру, как мы приходим в поклонение Небесному Отцу, как ученики или как команда Ешуа, ссылаясь на авторитет нашего предводителя, я уже учил немножко о хасидуте, хасидах, оправданных его праведностью, Небесный Отец, я прихожу к тебе во имя Ешуа, Павел говорит, Небесный Отец, я за них прошу тебя во имя Господа Ешуа, то есть, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, и, ну, я про эту тему уже говорил, про эти ниши, то есть, Ешуа все над всем стоит, но вот мы сейчас в правильном месте стоим, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. У нас есть внешний человек и у нас есть, соответственно, внутренний человек. Чаще всего мы привыкли к тому, чтобы удовлетворять нашего внешнего человека. И там не только вопросы голода или наших желаний, потребностей, одежды и прочего-прочего. Внутренний человек часто остается в пренебрежении. И современный мир делает все для того, чтобы уровень духовности, если был развит только на уроках йоги или еще чего-нибудь, но чтобы человек почувствовал, что ему надо, Павел молится об этом. И нам нужно молиться, чтобы Господь учил нашего внутреннего человека искать его. «Верою вселиться Машеху в сердца ваши». И это некое обязывающее выражение «стань учеником Машеха». Стань учеником Машеха, не будь просто номинальным. Вы знаете, некоторые просто греются у костра. Когда-то я размышлял с одним человеком по поводу, вот есть такое или арменийское, или кальвинистическое выражение по «кто спасен, кто не спасен». И он привел шикарный пример, который я до сих пор помню, он сказал. Многие люди отпадают, потому что никогда не были частью. Они просто пришли погреться у костра. И когда я сегодня дважды говорил, подумай, какая твоя роль в экклессии, по сути, если Машех в тебе живет, ты определишь свою роль, ты будешь частью всего. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее уразумение любовь Машеха, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Павел говорит здесь о невиденном, то, о чем мы видеть не можем. И мы можем иногда мечтать, наш мозг может чего-то нарисовать, но Павел говорит, вы должны различить и вы должны принять то, что превыше. И тогда вы станете теми, кто в мире передает сокрытую в Господе благодать. И вы будете смотреть на этот мир с позиции людей, которые знают ценность духовного и меньшую ценность материального. И вы сможете уразуметь эту Господню благость и быть ее носителями для других людей. 20 стих. «А тому, кто действующий, и в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Экклессии, в Ешоам Ашехе, во все роды от века и до века». И мы уже говорили, что Он творец миров, наш разум, наши способности воспринять вещи лишь отчасти, так в другом послании, в Коринфянам, в 13 главе Он говорит, отчасти веруем, отчасти понимаем, отчасти надеемся, но любовь да будет в нас от Господа, и будем доверять Ему, а Он усмотрит для нас, и не надо нам тревожиться о будущем. Нужно правильно и разумно поступать в сегодняшнем настоящем. Окей, друзья, мы закончили, логично, пятый урок или третью главу Ефесянам. Я желаю вам быть учениками. И подумайте, на кого вы надеетесь. Мы приближаемся стремительно к Хануке, к другим праздникам, к салату Оливье. Я желаю вам, чтобы в вашей жизни всегда было много такого духовного салата Оливье. Я сейчас говорю о здоровом духовном питании. И пусть Бог поможет вам в благословении. Пусть Небесный Отец хранит всех нас и от ковида, и от других проблем. И пусть милость Господа будет со всеми нами.